Ярко, потом у нас наступает осень. У нас есть, кстати, точки, например, самосостояния и равноденствия. Там, где инь равно ям, это весеннее и осеннее равноденствие. И зимой у нас максимальный инь, как-то холодно, пассивно, в основном темно. То есть это годовой цикл. Но есть на самом деле еще большие циклы. Есть 12-летний цикл, есть 60-летний цикл. И больше, и больше, и больше. Китайцы различали очень много этих циклов. И древние китайцы ко времени относились как к чему-то цикличному. То есть это не что-то такое линейное. Это то, что все время повторяется. Что непрерывно повторяется. Мы как к времени обычно относимся? Что-то такое приходит и безвозвратно уходит. Но китайцы так не считают. Всегда все повторяется. Снова и снова. В некотором смысле это будет даже не просто круг. Это будет как некая спираль. Потому что каждый раз это происходит как-то немножко по-другому. Все планеты в космосе везде вращаются по кругу. Плюс они вращаются вокруг своих светил, вокруг звезд. Все звездные системы летят по какой-то траектории к центрам галактик, где находится Черная Дыра. То есть все вокруг это вращение. Вращение и спирали. И даже главный наш генетический материал, что он из ДНК. ДНК это тоже две спирали. Которые состоят из определенных участков, которые можно назвать участки инь и участки ян. Даже наша первичная информация, она зашита в таком же виде. Вы можете сразу спрашивать с места, если что-то, для уточнения. Есть какие-то идеи? Я бы хотел, чтобы это был больше разговор, чем такая вот лепция. У меня тут один вопрос из первых слов, о которых Вы сказали. Вы сказали, мы знаем. Мы знаем или все-таки предполагаем? В каком контексте, я сказал? В контексте Вселенной и всех остальных первоначальных процессов, о которых Вы говорили. Вы лучше пример приведите, потому что я говорю, что мы знаем, например, что наступит ночь, придет день. Проночь мы точно знаем. Хорошо, про что еще? А, я как вспомнил. Я говорю про то, что мы знаем, что Вселенная бесконечна. Из физики, правильно? Знаете? Вы будете первой. Первой? Хорошо. Я буду мистер ферст.